Девчонки, привет! Всем привет, друзья! Меня зовут Егор. Добро пожаловать на канал Декстер. Добро пожаловать на новый сумасшедший ролик. Сразу скажу, друзья, что я такого никогда раньше еще не делал. Это будет действительно отбитый челлендж с вашими любимыми персонажами. А также, друзья, сегодня я позвал вашего любимого школьника на моем канале. Привет, меня зовут Амир. Я надеюсь, вы помните этого школьника, который очень любит вот такие вот резиновые штучки. Вот такие вот, ну... Они называются презервативы. При-зер-во-тиф. Короче, я позвал сегодня трех девушек, которым ты будешь давать сегодня задание. Жесть, Егор. Значит, сегодня я, школьник Амир, в 15 лет буду управлять девчонками 24 часа челлендж. Именно так этот ролик и называется. Так что погнали знакомиться с участницами. Погнали, Бо! Это, собственно, Алиса. Она, ну вот, просто в последнее время раздумывается. Пьедестал на моем канале. Также, друзья, у нас есть вот такая вот девушка Кристина, которая снималась с челленджа за машину, битва за тачку. И еще одна, друзья, есть девочка. Ее зовут Ира. Мы с ней познакомились на съемках с Мишкой. Короче, он ее пытался запикапить тогда. Да. Но у него получилось все запикапить? Я дала другой номер. А как там этот твой какой-то трек, ты там писал? Вишневый снюс. Да-да-да, Вишневый снюс, что он, дописан? Это альбом будет, там знаешь, сколько будет. А, это будет альбом? Там будет Вишневый снюс, там будет вписка, там будет училка. Прикинь, Амир, там трек называется Вишневый снюс. Закинемся, посмотрим. Итак, смотрите, девчонки, сейчас вас ожидает безумный челлендж, который я придумал вчера ночью. Но я уверен, что эта идея вам реально очень сильно зайдет. И тебе тоже зайдет. Самая лучшая, наша самая красивая девочка сегодня, Амир. Сегодня Амир будет загадывать вам, ну, прям самые трешовые задания. Будет выводить сотрудников торговых центров из себя. И поэтому, друзья, погнали, потому что сегодня будет круто, стыдно и смешно. А мы начинаем. В общем, мы с Егором определились, что я не богатый, не бедный школьник. Путь будет средний школьник. Поэтому сегодня я вам дам девочке по 5 тысяч рублей, но только за успешное выполнение заданий. А кто сегодня из девочек будет страдать хуйней, пойдет домой без ничего. Просто залечь, но сегодня зато ты первая. Хорошо, погнали. Итак, Амир, ты сейчас должен придумать первое, короче, задание для Иры и... Я предлагаю пойти в какой-нибудь вот ресторан, вот этих, и купить там парочку ништячков. Итак, ребята, мы зашли в магазин приколов. Ой, как интересно, ребята, мы зашли в магазин приколов, бла-бла-бла, пойдемте поговорим с кассирами. Девчонки, привет! Мы пришли купить у вас что-нибудь интересненькое. Кхе-кхе-кхе-кхе. Я вам прям в лицо кашлю, друзья. Итак, друзья, мы уже отправили Иру в ресторанный дворик. Самое время сейчас пришлось набрать. Амир, звони. Алло. Так, ты готова к первому заданию? Конечно. Точно? Да. Ты в этом уверена? А ты готова, чувак, давай, пожалуйста. Тебе сейчас нужно попалтик к Макдональдсу, залезть на стенд, и взорвать хлопушку. Ты вообще сумасшедший, реально мне это сделать? Если честно, я бы с этим не справился, потому что это полный трэш, типа залезть на стык по Макдональдсу, взорвать хлопушку, что? Я бы просто отказался. Я бы тоже отказался этим. Когда мы покупали эту хлопушку, я так и думала, что будет какой-нибудь трэш, но я не думала, что я буду кому-то ее взрывать в лицо. А если кто-то умрет, нет? Ну что, тогда пойдем, давай найдем Макдональдс и жертву. Погнали. Я выбрала KFC, потому что здесь поменьше народу ожидает своей очереди. Никому не хочу испортить день, так что давайте, мы будем взрывать это в KFC. Это просто шесть. Я сейчас смотрел на это, я просто был в шоке, честно. После этого я очень ждут твой альбом «Вишневый снюс», потому что... Он будет еще хайповиднее. Слушай, а кинешь трек, я вставлю прям фрагмент даже твоего альбома. О, да, кину, конечно, кину. Огонь, слушай. Во снах мечтала я, как губ твоих коснусь, но наш первый поцелуй горький, как вишневый снюс. Я еще, я еще поскользнула, если ты видел, я такая... Они такие, девушка, девушка. Я такая, что, девушка. Они просто офигели. А, ну типа они вообще не ожидали. Ну что, Амир, как тебе? Она конченная, ты что, кому ты нашел? Ну ты вообще конченная. Как? Как можно? Молодец, огромная, молодец. Мне кажется, она просто идет по твоим стопам. Знаешь, когда ты был молодым, ты так же делал примерно. Я не делал так. Ну что ты уже не правил? Какие правила я на лицо тебе могу? Сейчас выйдешь отсюда. Не заебывай себе. Помню, я так зашил. Сейчас дурят тебя зашил. Фану. Это тот самый Ермак, который устраивает потасовки в торговых центрах на парковках. Слушай, Ермак, в чем вообще проблема? Почему ты на тебя пофану так выебаться в торговых центрах и на парковках? Ну реально, смех, он что, мне отец, меня учил. Ну сейчас посмотрим, как другие девочки будут обмануть испытания, но вот это, это реальная заявка на то, что победить Алису сегодня, потому что Алису еще никогда не побеждал. Погоди, Мальчик. Где Алиса? Почему, Егор? Почему я сын твоего блога, и я ни разу не видел Алису? Вопрос. Алису? Какую Алису? Твою сестру. А, мою сестру. Так я не про мою сестру говорю. Бро, все равно, почему я никогда ее не видел? Тебя познакомить с моей младшей сестрой? Давайте снимем ролик. Знакомлю Амира со своей сестрой. Это же, ребят, это реально, мы уверены, что если это наберет просмотра, почему нет? Слушайте, давайте без проблем снимем, я привезу свою младшую сестру, и мы с Амиром снимем видос, знакомлюсь с вашей сестрой с Амиром. Итак, друзья, мы сейчас с Амиром пришли в Ашан, и, собственно, поджидают нашу вторую участницу задания. Егор, я придумал, ну просто полную чушь, это просто жесть. Мне страшно услышать, страшно. Мне самому стыдно об этом говорить. Смотрите, идея такова, розовенькую будет обливать мама детей кефиром. Мама детей. Просто я не запоминаю имена. Мама ребенка, мама ребенка. Мама ребенка. Мать 15 лет. Ты что-нибудь будешь спрашивать у консультантов? Ты подойдешь и с гущёнкой или кефиром начнешь обливать ей попку. Чё, блин? Готовы? Попку? Точно. Ты должна делать вид, что ничего не происходит. Окей. Да у нас так тоже здесь. Ребят, второе задание просто очень тоже жесткое максимально. Мне кажется, нужно идти на второй этаж, там меньше народа. Просто, ребят, начинается смотреться. Боже мой. Еб***ь. Мне нравится вот это. Просто пи***ц, ребят. Посмотрите, у Майка даже на голове. Молоко. Чё, Амир, думаешь на этот счет? Я думаю, что это пи***ц, друзья. Ребятки, если вы хотите больше жести вот такой, сейчас у меня выходит на канале видосик. Возможно, уже вышел. Там еще больше трэша, поэтому переходите, смотрите. Но это не менее жесткое задание было. Да, ребят, переходим на канал Камиру. Также сюда будет описание, но вы все знаете его канал. Ребят, я чисто не смогу это выложить на YouTube, потому что это очень пошло, как она с голой задницей стояла и обливалась кефиром. Боже мой, ребят, это будет на антиграм канале. Ссылочка в описании. Ну, Амир, как вы видели, был просто в шоке на самом деле. Типа, он был в реальном шоке, и все были в шоке от увиденного. Кстати, девчонки, а вы видели, за нами увязался охранник, ну, который... Да, он сказал, что нам пи***ц. Что вы понимали, ребят, там охранник, который шел за нами, он сказал, типа, стойте здесь. Сейчас я вызываю, сейчас я вызываю полицию или что-то вроде этого, так что стойте просто на месте. Но мы стоять здесь не стали и ушли, собственно, вообще оттуда. Короче, ребят, все, кажется, нас накрыли. Сейчас, ну, типа, не знаю, что охранник будет делать, но они очень сильно на нас просто успешены, просто максимально сильно, и, ну, просто стоим сейчас, разбираемся. Я вот сейчас отошел, просто буквально на 5 секунд, чтобы вам об этом рассказать. Короче, ребят, ну все, порешали, а конкретно порешался как раз вот этот вот человек, который всегда все решает в роликах, это решало. Ты знаешь, мы с тобой будем ходить, как с нашим личным телохранителем. Да, без проблем, бро. Ребят, мы встретили кассиры, которые снимались у нас в предыдущем ролике. Вот, он нас запомнил, так что мы вообще лучшие друзья, ему очень понравился этот ролик, и он очень кайфанул о чем в процессе, когда это все происходило. Просто, ребят, он опять, короче, решает вопросы, посмотрите, он решил опять очередной вопрос. Ребят, можете не парить, когда он скажет, что в любой день в него смену можем делать все, что мы хотим. Абсолютно все. Срек. Ну, вообще нет. Просто, ребят, протираем, короче, все от кефира. Так, ребятки, протираем. Собирают у нас зрители здесь тоже. Протирай, протирай. Да, понятно. Я не знаю, что он все так не пропитает. Да, ты куда? Я не могу, я не могу. Что, снимаешь контент, телеграм-канал? Гуля, пиздец. Понимаешь, Алис, когда тебя вытирают твои ноги и попу, ну, типа, все на тебя посмотрели уже, ну, типа, в радиусе метров тридцати, тебя все заценили уже. Да, я знаю, я такое люблю. Егорыч, а ты не боишься себе такое выкладывать? Я не боюсь такое выкладывать в телеграм-канал. Блин, ты так мило, смотрите, Ира помогает своей подруге. Ира очень круто поет. Да? Да, очень круто поет. Блин, а я сказал, что я жду этот альбом уже. Я говорю, что и подписчики тоже ждут твой альбом. Да, ребят. Вишневый снюс? Там будет такой же треш, как сейчас сделала Алиса. Офигенно. Стоп, 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 стоп. А ты уже слышал альбом? Да. И что, и как тебя? Очень зашел. Это очень хайпово, это треш и очень круто звучит. Блин, я очень жду, реально. Она такая скромная малышка, но она так круто поет. Да? Серьезно? Офигеется. Ребятки, в общем, мы сейчас будем делать новенькое задание. Можно с вами сейчас, чтобы я... Сфоткаться? Да, я уже спокойно. Конечно, можно. А, вы тоже сфоткаться? Да. О, да. О, хо. Стой, 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 стой. Нет, фоткайся. Фоткайся пока что. Девчонки, вы сфоткаться? Да. А можем отойти на секунду? Да. Мы сейчас с Егором снимаем новое видео. К нему на канал. Вы не хотите поучаствовать в ролике? Да, конечно. Ну что ты делаешь, а? Не хотите поцеловаться? У, ты не даешь задание? Да. Подписывайся. Да, да, да. Давай, ну, можете с ним, можете и вдвоем. Нет, со мной не надо, со мной не надо. Ну все, тогда уйди, девчонки. Ребята, это просто жесть. Что происходит, друзья? И бабулька сбила. Вы просто жесткие. Так, еще, еще. Девчонки, я думаю, этого мало. Что происходит? Это просто жесть. Я думаю, они заслужили фоточку. Это... И пора сфоткаться. Да, да, пора. Что же вы, ребята? Я просто сделал тебе контент. Вы сумасшедшие, вообще. Все контент, все на канал. Все помады немного размазалось, кстати. Это просто пиздец, девчонки. Смотрите, какие они сексуальные. Охренеть, пожалуйста. Они тебя любят. А, блин. Добрые зашло. Девчонки, я предлагаю запишать ваши номера телефонов и как-нибудь встретиться и погулять. Давай. Слушай, мы уже даже забыли про то, что мы делаем в ролике. А, да, давай сейчас задание последнее. У нас последнее задание осталось для мамули Кристины. Осталось без заданий. Для мамули, да. Задание. Сейчас будем придумывать что-нибудь для нее. Девчонки, знаешь, что тебе нужно сделать? Следующее задание. О, что меня посадят. Тебе нужно взять сейчас банан. Так. Купить презервативы. Купить смазку. Надеть презерватив на банан, смазать смазкой. И спросить у консультантов, правильно ли я делать. Пиздец. Стоп, стоп, а какой магазин, какой магазин? Любой, абсолютно. Какой тебе точно, только захочешь. Пиздец, но я справлюсь с этим. Справишься, да? Все, давай обнимемся. Давай обнимемся. Просто. Можете мне посредством делать? Пайк на все делаю. У меня просто никогда не было сейчас векса. Ты че? Ну вот так, нормально? Огонь просто. Охренеть, он просто ушел. Он просто ушел, ребята. Это просто, это просто дикость. Он просто ушел. Не захотел сниматься, застеснялся и ушел. Вот как, и как, девчонки, не понимают, что не обязательно делать какую-то такую пошлятину, чтобы за это потом испытывать такой стыд нереальный. Можно просто делать что-то. А ты видел, как эти подписчицы подошли и сфоткали сегодня? Это просто трэш. Я просто в шоке, девчонки, вы че? Вы с ума сошли, на самом деле? Вы должны, вы должны себя уважать. Это просто, это трэш, реально. Вызывают полицию быстрее, вызывают полицию. Реально? Все, пойдем, пойдем. ГБР вызывают. Реально? Да, 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 пойдем. Чмоки серьезные? Пойдем. Блядь, это пиздец, блядь, где они? Пиздец, там подписчики. Блядь, там че-то пищит, нахуй. Полиция введет, блядь. Блядь, блядь, огромная пиздец. Ну че, сбежали? Ну да, мне показалось, что ей могут сейчас анатазировать, и я решил ее увезти побострее, чтобы у нее не было проблем. Как рыцарь меня спасал? Я увидел вот эти вот кадры, которые на телефон сняты, потому что я тогда вышел. Что вообще там? Почему он ушел? Типа он здесь стеснялся просто, смущался? Да, слушай, слушай, я к нему подхожу, начинаю, типа, спрашиваю, типа, смотри, там правильно, неправильно делаю. Ну так чисто по фону, знаешь, он разворачивается, уходит в какую-то будку сраную и зовет телку, прикинь? И она такая выходит и начинает что-то качать. Я думаю, блядь, ну... Я не могу сказать, что это хорошо, это пиздец, но я думаю, вам это понравится. Девчонки, вы огромные молодцы, и ты, и ты, и ты, ты огромный молодец, то есть вы все... И ты огромный молодец, Амир, ты просто самый лучший. Я думаю, сегодня все заслуживают по пять тысяч рублей, и... Бабки. Сейчас я предлагаю вам перевезти на Сбербанке. Все, 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 я проконтролирую этот процесс. Точно? Точно. Нет, Амир, я не хочу быть сейчас вот как все, сейчас должна быть. Если у нас ничья, то я должна выиграть. Короче, я сейчас залазю в тележку, прямо на парковке, сковываю себя этими штучками, которые скрепливают, и ищу помощь из тех, кто засунет 10 рублей, чтобы меня освободить. О, прикольно, а ты будешь... Да, прикольно, это классно. Итак, ребята, цепляем, значит, тележку. Сейчас Ира сюда садится, и она доказывает свое еще спаль... Хочет доказать, что она сегодня выиграла, верно? Это реально клетка просто, это реально клетка. Стоп, 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 ничего не делайте. Вот это нужно как-то поднять. Итак, ребята, вставляем до конца. О, боже мой, смотрите, ребята, это реально просто тюрьма. Просто смотрите, что сейчас происходит, ее закопали в тележку, и никак нельзя абсолютно выбраться, у нас все снимают еще. Просто никакой мотивации нет у водителей, никакой мотивации нет освободить ее, чувак. Моя жизнь стоит сейчас, в данный момент, 10 рублей. Просто, ребята, до сих пор. У них нет денег, Ир, у них нет денег. Вы нашли, нашли, нашли. Ребят, уже прошло 10 минут. Только мужчин, только мужчин, и никто не мог понять. Да, 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 я тоже в шоке. Какой хорошенький сайт? Да ладно. Все мужики? Казы. Ура! Да! Просто все перекрыто. Стояло столько мужиков, и ни один не помогло. Просто, реально. Добрый одет. Пойдем быстрее, пойдем быстрее, тебе нужно одеться. Давай помогу. Ребят, чтобы вы понимали, Ира сидела там более 10 минут на холодном железе. Сейчас очень холодно максимально. Ей реально там было очень холодно. Я просто представляю, у меня в куртке сейчас здесь стоять очень холодно. Ну что, друзья, в общем-то и подошло к концу видео. Сейчас нам нужно выбрать Самиром победителя. Да, и чисто будем делать это объективно. Естественно, объективно побеждает она, но она, она, да, дополнительное задание, поэтому она побеждает. По-моему, кто побеждает, Алиса или Ира? Я думаю, что Ира, но из своих денег я и долям. То есть, Алисе отдашь кучу денег, да, по сути? Да. Ну, то есть, получается, из среднего приходится раскошеливаться в богатую. Я говорила, если мне не нужна денежка, так что Алисика пусть забирай денежку. Да, ну, даже свой приз ей отдает. Серьезно, ты отдаешь себе приз? Я думаю, все, что я выиграла, пусть достается Алисе. Блин, слушай, здорово. А сколько она выиграла, Амир? Она выиграла, получается, 10-15. Она уже 10 выиграла? 35 тысяч она выиграла. Она выиграла 35 тысяч? Ну, да, если она десятка, получается она 15. Охренеть. А вот она 5. У нее ребенок, при этом она, думаю, не отдаст. Я думаю, что лучше твой выигрыш отдать ей, чтобы все честно было. Потому что, ну, объективно, ребенок у нее, а не у тебя. А тебе я так и так из своих денег додам. Проблема. Я проконтролирую, чтобы ты на карту всем перевел бабку. И ее бабки перевел ей. Ей. А, ей? А, точно, она же мать. Ну и, друзья, на этом, пожалуй, все. Если вам понравился этот ролик, то ставьте под этот ролик лайк, пишите комментарии. А комментарии выключены, вы не сможете. И, Негор, что не забываем делать? Подписываться на мира. Ссылочка будет в описании. Также подписываемся, ребята, на девчонок. На Иру, на Алису и на Кристину. Всем удачи. Всем добра. И всем пока-пока. Пока-пока. Пау-пау. Я лила, лила, лила трав и делала просмотры хайп, чтобы покушала семья. Прошу, окно, не трать нас так. Я подумала, он бич, но смогла его любить. А однажды стал он синим, как инопланетный сич. Даже летом и при солнце он всегда набудет снег. На ПК или на чистых, самый чистый или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова